Афиша кино Уже в пятницу миллиарды вышли наверх, но наработка на копию у последней ренты все равно больше. Третья новинка недели, хоррор «Проклятие плачущей», стартовала, собрав почти 71 миллион, чуть больше, чем было у премьеры «Счастливого нового дня смерти». «Шазам» и «Хеллбой» потеряли по 68% и 75% соответственно. В целом кинотеатры продали 2 миллиона билетов. На этой неделе в кинотеатрах Мел Гибсон и Шон Пен в триллере «О боксвордском словаре», хоррор о резне на фестивале ужасов, Кира Найтли в новой романтической истории и кое-что еще очень интересное. О премьерах подробнее. Начнем с триллера «Игры разумов». История первого издания «Оксфордского словаря». Его редактор Джеймс Мюррей, не имеющий профессорского звания, находит незаменимого соратника в лице душебольного преступника доктора Майнера. Смотрим трейлер. Мы работаем над этим словарем уже 20 лет и не сдвинулись с места. Я верю, что экстраординарные способности мистера Мюрре станут нашим спасением. Это огромнейшая задача. И невыполнимая. Я нашел уникального специалиста для нашего дела. Вот только с ним есть одна проблема. Он сумасшедший. Не верю, что добился встречи с вами. Вас охраняют как самого опасного преступника Англии. Я долго ждал вас. Теперь мы настоящие партнеры. Вся моя жизнь, все, к чему я стремился, было подготовкой к этому труду. Они считают, что я безумен. Я сделаю все, чтобы вытащить вас отсюда. Мне нужны только книги. Вот что нам удалось пока опубликовать. И это только начало. Имя Уильяма Майнера нигде не должно упоминаться. Чего вы так боитесь? Разве преступник не может искупить вину? Мистер Черчилль! Если вы верите, что каждый человек в своей жизни заслуживает получить шанс, мы должны освободить его или он погибнет. Когда я читаю, я улетаю из этого места на странице книг. Я уже достиг края света на крыльях слов. Мы теперь связаны, как братья. Американец и шотландец. Один из Оксфорда, другой из Еля. Один гений, другой преступник. И я не знаю, кто из нас кто. Этот безумец гениален и обведет вас вокруг пальца, чтобы выйти на свободу. И все-таки я готов рискнуть. Далее ужасы. Бладфест. Внимание, маркер 18+. Несколько поклонников жанра хоррор радостно едут на фестиваль ужасов Бладфест, не подозревая, что организаторы мероприятия планируют массовую резню. Ребятам надо мобилизировать все силы и знания об ужастиках, чтобы выжить в этом кошмаре. Не страшно? Тогда смотрим трейлер. Мы это заслужим. Это будет лучшая ночь в моей жизни. Ну что, сделаем это сегодня? Да! Снимемся в величайшем фильме ужасов всех времен? О, черт! Нет, 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 добро пожаловать на Бладфест. Уплетки. Мы пересмотрели сотни фильмов ужасов, а теперь сами попали в один из них. И никто не знает ужастики лучше, чем ты. Именно в этот момент тебя и хватает. Обычно. Хватает кто? Есть два варианта конца фильмов ужасов. Первый – выживает один человек. Второй – не выживает никто. Вот сейчас и узнаем. Что, если я тебе скажу, что ты сегодня умрешь? Сейчас я эту монахиню разбашь! Британский полковник, направленный в послевоенный Гамбург, подселяется вместе с семьей в дом овдовевшего немца. Между новыми соседями и недавними врагами накаляются страсти и зреет предательство. В главной роли Кира Найтли смотрим трейлер драмы «Последствия» маркер 18+. Дом подлежит конфискации для нужд Британии. Это сейчас ваш дом, но мы у нас есть. Герр Люберт, полковник Морган, прошу в дом. Моя супруга. Мы с дочерью до отправки в лагерь постараемся не мешать. А может, пусть остаются? В смысле, нам жить с ними? Неприязнь может и не проявляться, но она там подспудна. Во время войны вы рассчитывали на победу Германии? Бомбардировки сказались на вас и вашей семье? Сказались на здоровье жены. Сгорела в огненном шторме. Простите, не знала. Ты не говорил, что меня ждет. Все не так, как должно быть. Все вообще не так изначально. Не уходи. Мне нужно работать. Если уж шпионите за девушкой, могли бы сказать ей комплименты? Да, могу. Тебя не узнать. Поосторожней. Они другие. Не думала, что буду так счастлива. Едем со мной. Ты ведь этого хочешь? За новую жизнь. А теперь отечественный мультфильм под названием «Большое путешествие». По сюжету, медведю Гризли по ошибке доставили медвежонка, предназначенного для семьи Пант. Глупый аист из службы доставки детей перепутал адреса. Медведь Мик-Мик решает доставить малыша Панду к его родителям в Южный Китай. Разумеется, с ним в дорогу увязалась целая толпа друзей. Смотреть всей семьей. А пока трейлер. Это малыш Панда. А давай малыша себе оставим, а? Он такой классный. Нет уж. Нужно вернуть его родителям. А как мы его вернем? Его родители живут в бабуковых лесах далеко до юга. Нам нужно разработать планы. Друзья, мы же идеальные партнеры. Мы пройдем моря и горы и вообще перевернем весь мир. Да уж, даже не сомневайся. Перед нами великая китайская стена. Бравь крыльями! Крыльями! Сейчас! Разбегайся в стороны! Я, пожалуй, задержусь здесь. У меня тут аудитория. Ах ты шлам гофрированный! А ну, отпусти моего друга! Я узнал, что у меня на всем свете есть друзья. Интересно. Я лечу! 29 апреля в России стартуют предпремьерные показы самого ожидаемого фильма года «Мстители. Финал». Оставшиеся в живых члены команды «Мстителей» и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку. Смотрим трейлер. Мир стал другим. Прежнего уже не вернуть. И надо как-то жить дальше. А порой, чтобы жить дальше, надо начать все сначала. Столько людей обратилось в прах. Я всем говорю, что надо смириться. Что все в прошлом, но не для нас. Если есть даже малейший шанс, мы обязаны ради тех, кого с нами нет, попытаться. Попытаться. Любой ценой. Любой ценой. Любой ценой. Любой ценой. Марвел представляет «Мстители. Финал». Пришло время разыграть билеты в «Синемастар» на любой фильм, на любой сеанс. Итак, вопрос. Мел Гибсон купил права на экранизацию книги Саймона Уинчестера «Кроуторнский хирург» в 1999 году. Сколько лет заняла работа над экранизацией? Правильные ответы принимаем по номеру 203-65-63-26 апреля с 11 до 14 часов по московскому времени. Два первых правильно ответивших счастливчика заберут приз и отправятся в кино абсолютно бесплатно на любую премьеру. Желаю удачи, а на этом у меня все. Увидимся и услышимся в кинотеатрах города. Редактор субтитров А.Семкин